В следующем году в Саратов приедет Дед Мороз. Концертное агентство «Творческая мастерская» стало официальным представителем почтовой службы главного новогоднего персонажа. На специальных бланках саратовские ребята могут написать письмо Деду Морозу. Послание доставят в Великий Устюг. А среди тех, кто уже написал письмо, также пришел на новогодний спектакль на льду «Щелкунчик», разыграли призы. Подробности в нашем следующем материале. Сказка на льду «Щелкунчик» собрала в театре оперы и балета тех, кто ждет новогоднего чуда. Маленькие зрители с восторгом наблюдают за тем, как принц борется с мышиным войском. А кульминацией шоу становится хэппи-энд и розыгрыш подарков среди всех гостей спектакля. Четвертый ярус, ряд третий, место пятнадцатое. Георгий, семь лет. Есть? Обладателем главного приза стал Георгий Спиридонов. Вместе с мамой он 25 декабря посетит Кремлевскую елку. Главный приз розыгрыша – полностью оплаченная путевка на главный новогодний спектакль Москвы. Совершенно ничего не знали. Конечно, это все что-то невероятное. Такой большой подарок к Новому году. Нет, мы купили билет уже давно, месяца два назад. А сегодня нам просто сказали, что можно вот так вот поучаствовать в лотерее. Все, кто купил билеты на новогоднее шоу, смогли не только принять участие в розыгрыше, но и написать письмо Деду Морозу. Специальные бланки распространяли среди зрителей спектакли, а также в школах Саратова. В этом году впервые послание отправят напрямую в Великий Устюг. С этого года творческая мастерская является официальным представителем почтовой службы Деда Мороза. Это означает, что Дед Мороз в следующем году посетит Саратов. Среди зрителей новогоднего шоу разыграли около 30 призов. Всего состоялось три спектакля, и после каждого зрителя получали подарки. Среди них игрушки, сертификаты на поход в ресторан и билеты на новогодние спектакли. А главные призы, оплаченные путевки на Кремлевскую елку, получили три участника розыгрыша. Елена Петрова, Максим Пустовалов, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.